Всем привет! Сегодня суббота, 12 января, настроение просто шикарное, четвертый день моей диеты, и я уже чувствую себя просто замечательно. Это словами даже не передать. Что, Максим? Что такое ты тут делаешь? Рисуешь? Да. А сейчас мне предстоит задача. Мне нужно приготовить из того, что у меня есть в холодильнике, все на Старый Новый Год. Потому что мама с Дианой готовили все на Новый Год, а на Старый Новый Год я сказала, что я приготовлю из того, что у меня есть, потому что на рынок я не ходила, никуда не ходила. Там только Сережа кое-что еще мне докупит. Что такое, Максим? Что? Нет, ничего не упало. Вот карандашики. Вот, там не упало ничего. И сейчас я буду первый раз в жизни готовить холодец из курицы. Помните, куриные ножки, которые я покупала, они мне что-то в итоге не пошли. И я решила сделать из них холодец. Вчера вот сварила, сейчас подогрела и буду делать первый мой холодец. Не знаю, правда, как у меня это получится. Потому что всегда моя мама делала, ну как я ей, естественно, помогала все это, но сама вот от начала до конца я никогда не делала. Потом еще хочу сделать корейскую морковку. Сделаю еще цветную капусту. Тоже как по-корейски, там только куркуму надо добавить. Вот у меня куркумы нету. Сережа сейчас после работы заедет к моей маме, возьмет куркуму и возьмет еще какую-нибудь посуду для холодца. Потому что, как оказалось, у меня ничего такого нету. Вот нашла только вот такую форму от кексов. Сделаю туда и остальное вот в маму еще посуду. Потом хочу еще приготовить грибной салат сегодня. И тесто на пиццу сделаю, но пиццу завтра уже буду готовить. Максим, ты чего хочешь от Марика? Марик там рисует. И вдвоем невозможно, чтобы они рисовали, потому что отбирают друг друга карандаши, тетради, ручки и все. И я их разделяю. Он вот тут рисует под моим присмотром, потому что он что делает? Берет карандаши и кушает их. И также кушает фломастеры, кушает ручки. Все подряд грызет. Вот, все погрызанное. Сейчас надо ему поточить. Ну, поточу, он опять погрызет, пока я там отвернусь куда-нибудь. Да? Рисовать будем? Да. Максику сейчас заноза под ноготь зашла. Бедный мой мальчик. Там в зале у нас такой паркет. Мы когда сюда заходили жить, ну мы же как думали, что мы здесь годик пожимем и все. Это квартира вообще, ну если кто не знает, квартира подруги моей мамы. И вот она, здесь ее мать жила, но она умерла. И здесь никто не жил, мы вот тут сделали косметический ремонт и перешли сюда. И мы решили не красить пол. Думали, что это все долго, это чтобы быстрее перейти. Но лучше бы мы покрасили, потому что сейчас паркет уже старый и постоянно занозы. То в ногах, то в руках, да? Да? И вот он поднимал там карандаш, ему заноза прям под ноготь зашла. Я сейчас вытащила, бедненький мой мальчик, аж кровь пошла. Максим, так не делай, рисуй нормально. У тебя суперрисование, да? Сразу всеми карандашами? Виу, виу. Виу, виу. Надо рисование уже все сворачивать, потому что, Максим, мне надо делать холодец. Мне стол нужен. Или в принципе можно и там сделать. Скорее всего я сейчас там, наверное, буду делать, чтобы не мешать ему. Художник. Заставляет меня рисовать рыб. Обожает просто рыбу и заставляет меня постоянно ее рисовать. А когда видит живую рыбу или что мы сейчас будем жарить, он глаза ковыряет. Биба, биба, биба. Это он так рыбу называет. Биба. А я тут художничаю. Конечно, рыбы страшные. Биба, да. Хочу биба. Еще одна. Не биба, а рыба. Хочу бибу. Хочу бибу. Хочу рыбу. Так, рисуй по одному карандашку. Давай. Рисуй. Рисуй. Рисуй, почему-то он всегда левой рукой. Хотя кушает правой рукой. Я надеюсь, что он не будет левшой. Попробуй правой нарисовать. На, в правую ручку. Возьми в правую. Давай, вот так рисуй. Получается? Вот видишь? Неудобно. Какой рукой будешь рисовать? Да. Какой? Компотик еще. Компотик хочешь еще? Сейчас, да. Ему понравился вот этот компот, который тогда мне дали вместе с зонтиком, который я выиграла. Но мне не очень. Я так попробовала. Он такой кисловатый. Все, Марику я налила вообще. И он сказал, мама, что за кислую воду ты мне налила? Ну, в принципе, пить можно. Но особого вкуса такого нет. Да? На чайную. Чай? Бутылку в чайную налить? Да. Да? Да. Сейчас налью. Мой мальчик. Весь компот сам за два дня выделил. Да, игрушка. Сейчас подниму. Ой, Максим. Вау. Ой, снеговик, да, какой у тебя? Я-я. Я-я. Сейчас налью капотик. Мой мальчик. Семь, я буду кушать морковку. Морковку, да. Единственное, что из овощей кушает Марик, это морковку. А, еще капусту ест. Ты тоже хочешь морковку? Да? Ну, сейчас. Сейчас морковка будет по всей квартире. Холодец я уже сделала. Что? Кушай, кушай. И сейчас буду бланшировать цветную капусту и натирать морковку на терке. И как раз уже придет Сережа сегодня пораньше, потому что сегодня был дождь, вот сейчас уже полчетвертого. Он уже заехал к маме за посудой и за всем остальным и приедет. Сегодня у нас рабочий день в Абхазии, потому что в понедельник, 14 января у нас праздник, День сотворения мира и будет выходной. А еще у нас другой праздник в этот день. 35 лет будет, как мама с папой поженились. А вот и Сережа пришел. Сережа. А мы тут готовим. Что готовите? Максим, хоть драться. Все подряд готовим. Закипело. Сейчас мы нальем и начнем делать. Сереж, ты в магазин не ходил? Только хлеб купил, да? Ну, сейчас тогда потом сходишь. Сережа пришел очень вовремя, я его припахала. Капусту уже тоже сняла. А зачем это тебе нужно? Буду делать так же, как по-корейски, только капусту. Сейчас надо, чтобы она остыла полностью. И вот куркуму Сережа принес. Лаврушку, потому что у меня лаврушка уже закончилась. И варенье мама передала. Это яблочный джеб, наверное, да? Ну, вот так вкусно. Ну, мне это вкуснее. Ладно. Пока отдохну чуть-чуть. А, там уже, наверное, холодец закипел. Нет, пока еще чуть-чуть и все. И потом будем уже потихонечку разливать, когда остынет. Что не получается? Ну, ты старайся так. А потом уже, когда совсем маленький кусок останется, можно детям отдать. Они с удовольствием поедят. Я люблю корейскую морковку, но вот это вот на терке тереть. Эта терка у нас еще сразу после войны мама купила. И вот как она купила, так мы ей до сих пор пользуемся. Но у мамы другая, да, она самодельная. У мамы другая уже хорошая. А у меня вот эта. Хорошая. Но мне это больше нравится. Идеально это больше нравится, потому что тут такие маленькие, они тоненькие получаются. А у мамы этот. Мандолина такая. И там есть крупные и мелкие. Вот мы на мелкой делаем. Что, Марик, еще морковку хочешь? Моркови. Кушай. Моркови. Сфоткать, да? Да. Сфоткать. Что? Морковка во рту? Да. Сфоткать надо. Сфоткать? Я тебя на видео снимаю. Аккуратно подавишься. Иди кушай. Не вытирай, Марик, вот так обрукованить лицо. Постоянно вот так вытирает лицо. Это быстро? Да, и в день по две майки мы меняем. Куски лишние. Дети съедят. Да. Так вот, я не договорила, потом Сережа пришел. Будет 35 лет, как мама с папой поженились. И мы хотим сделать пельменную вечеринку. У нас уже суши-вечеринка была. Сейчас будет пельменная вечеринка. Мы 13 вечером поедем к ним уже. Ну вот совсем наготовленным. Витя за нами приедет. Отпразднуем там Старый Новый Год. Останемся там. А утром уже придет Диана и на мама. Придет Ирочка. Придет Инга. И мы все будем лепить пельмени. Сережа очень рад. Он что не будешь? Ну ты не будешь лепить, конечно. Мы будем лепить. И будем кушать. Ну они будут кушать. Ну может быть я несколько перемешиваю. Мы будем эти оставлять тесто. А тесто наоборот. Я съем наверное штуки три. Обычно я где-то штук двадцать бы съела. Ты должна типа ешь, но меня отложишь на вечерок. Да, двойную порцию. Это мне. Это мне. Сережа может съесть неограниченное количество пельменей. Пятьдесят пельменей. Пятьдесят? Я в домашних пятьдесят пельменей себе. Ты что, гонишь? Со мной пытался Леха. Сережа, я тебя умоляю. Тебе очень надо побриться. Я отпущу бороду. Ну что это за мода ходить бородатыми? Ну не могу я. Сейчас холодно, утепление. Утепление. Если тебе холодно, я маме скажу, она тебе шапку в кушку свяжет. Ты будешь ходить, одно лицо такое торчать. У меня военная такая. Все прикрывай. Корейскую морковку я посолила. Чуть-чуть оставила, чтобы она пустила сок. И в это время сделала грибной салат. Он, конечно, выглядит не очень. Но зато он очень вкусный. Я просто не люблю консервированные вот эти шампиньоны. Они просто как чало какое-то. Непонятное, что-то безвкусное. И вот я пожарила замороженные грибы, шампиньоны и сделала. Тут первый слой идет картошка. Потом майонез, яйца и опять майонез. Потом курица, майонез и уже сверху грибы. И все, сейчас уже положу его в холодильник. А Сережа начнет мне отжимать морковку. Столько сока у нас получилось. Сейчас его надо вылить. Просто промой, пожалуйста, эту миску. И все это обратно переложим. Да, она сейчас будет этот. Сереж, ее не с мылом надо мыть, а просто было от соли отмыть. Ты всегда говоришь, просто сполосли. Да, я ему всегда, когда прошу что-нибудь помыть посуду, я ему говорю, Сережка, просто сполосли. Но на самом деле это не просто сполосли, а надо помыть посуду. Покажу вам, как я делаю корейскую морковку, потому что меня очень многие просят показывать рецепты. Я ничего туда лишнего такого не ложу. Чуть-чуть уксуса. Ну вот вначале соль, и потом отжать ее надо. Но я это уже показывала. Все делаю на вкус. Потом хмели-сунели. Если что, потом нужно что-нибудь добавить. Острый перец дробленый. Я люблю горькое. Паприку? Ну, паприку можно не добавлять, но я совсем чуть-чуть добавляю. Мне нравится. Совсем чуть-чуть. У Сережи глаза уже тут. Так, и чеснок. Нет, и еще сахар нужно обязательно. Потому что я глюмонад не добавляю, ничего не добавляю. А сахар такой вкус придает хорошенький. Наверное, три чеснока хватит, да? Все-таки за столом будем сидеть, чтобы не этот. Ну, посмотрим, если что, еще добавлю. А, еще подсолнечное масло забыла. Так, сахар. Где-то чайную ложку. А так, чайную ложку достала. Дождь две. Я думаю, что достаточно. И подсолнечное масло. Я переборщила с подсолнечным маслом, кажется. Все, теперь все перемешаю. И буду пробовать. Если что-то не хватает, то буду добавлять. И по такому принципу уже и делается цветная капуста. Только туда не нужно будет горький перец. Ну, я тоже покажу, как я делаю ее. Сейчас самое главное, все это хорошо размешать, чтобы весь чеснок, все специи разошлись. А раньше, когда вот она только появилась, эта корейская морковка, все говорили, обязательно надо глюмонад ложить. И мы ложили эту отраву. А сейчас я заменяю его сахаром. Эти там играют. Так, ну что? Нет, масло подсолнечного тоже нормально. Можно пробовать. Кислоты не хватает. Ну, совсем чуть-чуть. Я бы еще и перца добавила, но он, скорее всего, разойдется еще. И хмели-сунели. Что такое? Я видела один раз видео, где показывали рецепт какой-то с хмели-сунели. Зеленого цвета. У нас хмели-сунели всегда вот такого цвета. Желтенькое. Ну, вообще, хмели-сунели это как бы смесь специй разных там, сушеных. Так что, может быть, вполне возможно, что и зеленое может быть. Не знаю. Но я такое не видела у нас никогда. Каждый по-разному же делает, скорее всего. Ну, да. Так же ты рецепты смотрела в видео. Тоже там все по-разному делается. Все, в принципе. Перца не хватает. Но надо остановиться на этом. Ну, то Максим там будет еще черпать. Все. Сейчас супку помою и покажу, как это сделано. И теперь цветную капусту. Добавляем соль. Где-то вот так. Нет. Надо. Я люблю пересаливать все. Так, сразу сахар. Чуть-чуть. Ее размешивать, наверное, трудно будет. Чуть-чуть. Нет, она, ну... Хуже, чем борта. Ее самое главное, чтобы, да, специи вот так распылять. Теперь куркуму. Она для цвета? Да, куркума там для цвета. Ну, она тоже какой-то вкус там дает. Не особый. Так, паприку это ничего. Хмели-сунели. Подсолнечное масло. Нет, сначала я уксус добавлю, чтобы специи больше разошлись. Подсолнечного масла. Чуть-чуть тоже. И чеснок. Ну, сюда я два, наверное, сделаю. Ой. И опять нужно все пробовать. У нас вот... Куркуму, наверное, еще надо. Ну, чуть-чуть нет. Да, видишь, она вон эта. Ну, сейчас она размешается, да? Сейчас она, да, размешается там. И нормально будет. Ну, я это есть не буду. Как не будешь? Ну, ес, ну, да, все это. Ну, чуть-чуть же можно. Сахар. Ой, сахар, ложка сахара на воде. Одну ветку. Ну, все, наверное. Максим за тебя поест. Да. Сейчас посмотрим на соль. Вообще больше ничего не надо. Просто шикарно. Только размешать надо получше. Нужно промокнуть чуть-чуть куркума, чтобы она пошла размасывать. Она сейчас вот, вот, тут оно сверху желтое, а внутри еще вон белое. Сейчас оно... Растекаться на соль. Как раз завтра уже все будет готово. Да, нормально. Может быть, попробовать кусочек от большой. А какая разница? Хочется покушать. А, ну, с этого надо было начинать. Бума. Все. Все, еще чуть-чуть попробую, еще чуть-чуть. Нет, больше я пробовать не буду, и уже все готово. И три веточки останется. Нет, тут... Ты что? Восемь часов вечера. Попробую кушать. Ну, вот тут чуть-чуть специи заставить. Это разойдется? Да. Еще утром перемешать, и все. Я сейчас оставлю, чуть попозже еще раз перемешаю, а потом уже в холодильник положу. Ну, да, чтобы она хорошо-то все разошлась. Я старалась сделать такие небольшие. Она еще сок, скорее всего, пустит. Да, она сейчас этот... И как раз еще раз перемешаешь, будет нормально. Готовы. В принципе, все легко и просто. А мне сейчас нужно пойти монтировать видео целых четыре штуки, чтобы вам было что смотреть на Старый Новый Год и в понедельник, пока нас дома не будет. Заранее все. Как-то я не знаю, когда закончу. Буду прощаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok